Всем привет! У многих из нас Таиланд ассоциируется с пляжным отдыхом. Кто-то приезжает сюда из-за ночной жизни и развлечений, кто-то просто любит тайскую кухню, но тем не менее есть огромное количество людей, которые приезжают сюда заниматься спортом, тренируются и участвуют в соревнованиях. Сегодняшний наш выпуск как раз посвящен этой теме, теме спорта, поэтому если все готовы, леди джентльмены, начинаем! Мы находимся в Паттайе на севере в клубе Боун. Он находится прямо за торговым центром 21-й терминал. Здесь сегодня будет 10 поединков. Там есть и наши соотечественники участвуют, есть ребята, с которыми я сам занимаюсь. Будут бои за титул WBC, WBA по Азии. Поэтому я думаю, сегодня будет очень интересный вечер. Это международный турнир. Сегодня здесь участвует 20 бойцов с разных стран. Есть даже одна пара бойцов, это будут девушки. Вон сейчас девочка сидит и только что забинтовали руки. Мы сейчас находимся в разделалке. Здесь очень напряженная атмосфера. Чувствуется, что все заведены, все хотят победить. И даже вот мой друг Миша, человек, за которого я сегодня всем сердцем болею, сейчас тоже видно, что очень напряжен и бинтуется. Ну что, пожелаем ему удачи. Все ребята, которые сегодня выступают, это профессионалы. Сегодня здесь нет любителей. Многие из ребят имеют большой опыт за плечами, кто провел уже 20-30 боек. Но есть ребята, которые сегодня дебютируют. В Таиланде очень любят инидоборство. Безусловно, лидером является в стране тайский бокс. Но оно и понятно, это все-таки национальное боевое искусство. Но и классический бокс также является довольно популярным. Бои идут каждые субботы-воскресенья. Паттайя, Пхукет, Бангкок, без разницы, куда вы приедете. Каждые выходные где-то кто-то будет драться. А вообще, вот в лагере, где я занимаюсь, где Михаил занимается, который сейчас будет, кстати, драться, нас тренируют тайцы. И есть тайцы, у которым 25-26 лет. А у них уже около 200 боев проведенных. То есть, по факту, они дерутся практически раз в 2 недели. Причем дерутся профессионально, начиная с 6-7 лет. В Таиланде огромное количество так называемых кемпов. Сюда люди приезжают тренироваться со всего мира. Большая часть из них расположена в Бангкоке, в Паттайе и на Пхукете. Ценник на тренировки в этих кемпах варьироваться будет в Таиланде, наверное, от 3 до 15 тысяч баб в среднем за месяц. Знакомьтесь, это Назар. Он один из организаторов сегодняшнего вечера. Дернули его на короткий интервью. Назар, расскажи вообще в двух словах, что именно ты сегодня делал, что за функцию выполнял? Эбэдушен – это новый промоушен, который вот только начал свое начало 3 месяца, 4 месяца назад. Мы сейчас провели второй ивент. До конца года у нас еще будет 3 таких профессиональных ивента. Все будут профессиональные боксеры. Во главе вечера будет титульный бой. Ну, и также мы делаем в промежутках, мы делаем любительские бои, white collar boxing для всех любителей, которые работают и занимаются боксом. Они тоже могут прийти и поучаствовать. То есть ты занимаешься непосредственно организацией мероприятия? И это только бокс, тайский бокс? Это только бокс. Мы не трогаем ни тайский бокс, ни ММА. Строго классический бокс. Ты раньше… Пробесально, мы работаем со всеми организациями, как WBC, WBA, WBO, ABF. Ты раньше сам занимался? Я раньше боксировал. Да, раньше сам выступал, сейчас больше занимаешься. Выступал по любителям, да, у меня есть мой рекорд по любителям. Почему ушел из выступлений и начал заниматься организацией? Это просто, это возраст. Это возраст, и там молодые ребята, нам же надо давать им дорогу. Сколько тебе лет? 35. 35, ты выглядишь моложе меня. Мне повезло. Спасибо маме и папе. Ты, насколько помню, с Украины? Да. Сколько уже лет здесь живешь? 5. И почему решил переехать? И почему именно тай? Просто стечение обстоятельств. Ничего больше. Не было каких-то там определенных целых целей. У меня были туры, у меня были путешествия. И так вот случилось, что я живу уже здесь 5-й год. И из этих 5-ти лет сколько уже занимаешься именно организацией? Организацией мы начали заниматься. То есть команду я собирал где-то на протяжении 2-х последних лет. И мы стартанули в начале этого года. А вообще можешь помнить, как так получилось, что ты начал заниматься организацией? То есть вот именно тот день, тот момент, когда ты оп, и какие-то первые шаги начал делать. Это тот момент, когда я сам выступал. Я приходил и такой смотрел на это все и думаю, ну, я могу сделать лучше. Мне хочется вот это поправить, мне хочется вот это поправить. Но если тебе хочется и все поправить, давайте возьмем и поправим. Сколько бойцов на сегодняшний день ты представил? Я так понимаю, ну, продвижением бойцов занимаются промоутеры. Ты занимаешься не этим? Я работаю точно так же, как и менеджер, и промоушен. Это мой промоушен как менеджер. У меня сейчас, на данный момент, есть 3 бойца. Два из них, титульные бойцы, они, вот, сегодня один выиграл титул IBF. На прошлом иванте у меня, мой боец, выиграл WBC Asia Silver. И сентябрь, 1 сентября мы ждем опять затитульный бой. Также у нас будет сейчас, я рассматриваю двух новых бойцов, которые мы будем продвигать. Ребята хотят переехать в Таиланд, жить здесь, тренироваться. Это, как бы, одно из основных наших правил. То есть, как бы, если вы хотите выступать, хотите, чтобы мы с вами работали, хотите, чтобы я занимался вашим менеджерством, вы должны приехать сюда и здесь начать тренироваться. Что еще, предположим, нас смотрят ребята, которые занимаются спортом и горят желанием, потому что сам понимаешь, что очень много людей сюда приезжает заниматься в кэмпы, повышать свое мастерство, испытывать себя в соревнованиях и прочее. Если появляется условно парень или девушка, которая хочет приехать и попробовать себя на арене, выступить по профессионалам или по любителям на подобном шоу, что от него требуется помимо желания и того, что он должен быть здесь? Упорство. Упорство, желание быть здесь, хороший тренер. Хорошо. Ну, тут ты поможешь? Тут мы у нас, как бы, у нас есть свой темп. Мы сейчас рассматриваем эту возможность, что у нас строится свой темп. У нас есть свой спортзал, куда можно приезжать, тренироваться. Что с кэмпом? Какие перспективы, когда закончите? Это сейчас вот мы только закладываем фундамент, поэтому... Ну, до конца года? Сроки мы не можем сказать. Я думаю, это займет где-то около года. Ну, я думаю, ты просто обязан пригласить нас потом на открытие. 100%. Это 100%. Спасибо тебе за сегодняшнее шоу. Было отличный вечер, отличные бои. Рад буду принимать вас здесь. Спасибо за интервью. Спасибо. На сегодня у нас все. Если у вас есть какие-то вопросы касательно спорта или кэмпа, как сюда приехать, позаниматься, поучаствовать в соревнованиях, не стесняйтесь, пишите нам, мы обязательно ответим каждому. На этой спортивной ноте я с вами прощаюсь. Занимайтесь спортом, приезжайте в Таиланд. Подписывайтесь обязательно на наш канал, ставьте лайки. Ну, и дальше все вы сами знаете. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok